По данным Фонда социального страхования, с этого года на 5% увеличены все пособия. В частности, по материнству и детству, единовременные выплаты при рождении ребенка, максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет. Так, единовременное пособие на рождение ребенка теперь составит около 14 тысяч рублей. Выплата за постановку на учет в ранние сроки беременности составит 515 рублей. Размер пособия по уходу за первым ребенком более 2,5 тысяч рублей, за вторым и последующим детьми более 5 тысяч рублей. Максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком, исчисленный из заработной платы в размере 40% среднего заработка, составит почти 18 тысяч рублей. Особое внимание будет уделяться безопасности труда. В этом направлении также произошли значительные изменения. С 1 января принят новый механизм финансирования предупредительных мер по сокращению производственного травматизма. Если предприятия малого бизнеса и до 100 человек работающих, они имели минимальное отчисление. Сейчас законодатель ввел норму, что данные предприятия имеют право суммировать за три года вот эти суммы перечислений и воспользоваться вот этими возможностями предоставления предупредительных мер по снижению производственной травмы. В ходе конференции не остался в стороне и вопрос, касающийся замены больничных листов на электронные. В нововведении есть не только экономическая выгода, но и возможность значительно упростить систему и исключить потери и подделку больничных. Только за 2012 год у нас данные есть. 1200 бланков были утеряны или похищены. 2592 бланка при проверках оказались поддельными. После того, как будут решены вопросы правового порядка, технического оснащения и конфиденциальности информации, а на это потребуется не один год, электронные больничные сменят привычные нам бумажные бланки. Екатерина Зойдина, Ярослав Кулаков. События. Брянск.